Ну и здрасте еще раз, с вами Даник Растер. В прошлом видео я начал делать силиконовую форму через тернии к готовому результату. Получилось таки сделать одну половину формы, осталось ее допилить и лить туда все что льется. В этот раз я не буду так прост и сделаю воронки для заливки заранее. Сделать их можно из чего угодно, главное чтобы не прилипло. Отлично подойдут палки термоклея, они дешевые и их можно будет потом заюзать по прямому назначению. Из пластилина слепим воронки, по которым проще будет заливать состав, а сами палки прогреем и приклеим к модели. Я решил сделать в середине еще один канал для выхода воздуха, там модель поднимается и в этом месте может образоваться непролив из-за скопившегося воздуха, которому некуда деться. Склеиваем бортики по классике термоклеем и можно заливать. Я буду юзать новый силикон, после застывания он тверже, чем нижняя часть формы, из которой пойди резиновые вагины лить в самый раз. У него совсем другое соотношение отвердителя по массе к сырому силикону. На самом деле хорошо, когда отвердитель колерован, всегда есть возможность оценить насколько хорошо перемешался состав. Состав лучше перемешать с помощью шурика с мешалкой на низких оборотах, чтобы не взбить и не нагнать пузырей. Пропшикиваем форму разделительным спреем, хватит экспериментов с бытовыми маслами. И вот он, пожалуй, самый приятный процесс. Смеси бальца не хватило и можно добавить еще, чтобы добить до нужного уровня. Ммм, кремниевый йогурт. Можно схавать пару литров и высрать слепок своего внутреннего мира. На самом деле нельзя, с большой вероятностью в конечном итоге это приведет к премии Дарвина. Спустя сутки все эти пироги можно вытаскивать и заодно посмотрим, прилип ли второй слой к первому. Раскрываем форму и можно заметить, что в самом низу есть сырые участки силикона. Хер его знает с чем это связано, во всех остальных местах он бодрячком. Да и перемешиваюсь все на совесть. Эти участки нас совершенно не волнуют и ни на что не повлияют. Теперь надо провести небольшую операцию, а именно кесарево сечение для одной грязной силиконовой формы, чтобы она наконец-то родила рукоятку обратно. Прорезаем натекший слой и вуаля! У нас готова двухсоставная форма для литья в нее всяческих составов. Все нормально пролилось, нет косячных участков с пузырями и есть даже замочки, с помощью которых можно будет эти две половины надежно скреплять. Вынимаем пластилиновый литник и что это тут у нас такое? Мне нужно срочно удалиться с этой формой, чтобы померить объем, максимальное удлинение и прочие характеристики. Вынимаем оставшиеся литники и настало время лить. Для того, чтобы форма не косоебилась в процессе отверждения, я стяну ее резинками и к одной из сторон прикреплю плоскую фанеру, чтобы выдержать хотя бы одну ровную линию. Лить будем полиуретановый пластик, как меня заверили в магазе, дьявольски жесткий. А если стекловолокном проложить, так вообще прочнее титана, легированного фанерой будет. Давайте проверим, что из этого выйдет. Основной компонент пластика колерован в черный цвет, отлично подойдет для литья всяких коробок, корпусов и каких-то небольших деталей косплея. Доливаем отвердитель до нужного соотношения по весу и перемешиваем. Тут я накосячил со временем. Привык, что время жизни составов около часа. У этого полиуретана реакция протекает довольно быстро, с большим выделением тепла и время на перемешивание всего 5 минут. Потом надо сразу влить его в форму. Так вот тут я немного заебланил, не посмотрев его характеристики и начал лить, когда он уже дико разогрелся в самой таре. Процесс отверждения уже начался и он начал густеть прямо во время заливки. Заливаем его в оба отверстия до того момента, пока вся форма не заполнится. Проконтролить это можно потому, насколько он появляется из отверстия для выхода воздуха. Туда, в принципе, тоже можно подлить. Остатки состава я решил слить в форму черепа, которую делал еще год назад. Во время-то летит. Видос про сахарный череп был год назад, а пососать я могу прямо сейчас, потому что полиуретан превратился в желе и отказался зарезать в форму. Эвона как? Веном из банки лезет. Что самое интересное, за каких-то 10 минут состав успел разогреться до 90 градусов. Его даже в руках уже было напряжно держать. Спустя сутки снимаем резинки и открываем форму, чтобы посмотреть, что там вообще вышло. Ну, неплохо для начала. Есть полноценная пластиковая рукоятка для лука. Снимаем верхнюю часть формы и давайте заценим поближе, что это за оглобля такая получилась. Вижу, что есть куча пузырей на поверхности формы. Чутка вылез облой. В месте, где должны крепиться плечи, съехали две половины. Образовав ступеньку, надо было добавить больше замков, а стенки формы сделать толще. Также есть непроливы в районе литников. Это все решаемые нюансы, но больше всего меня волнует прочность этой рукоятки. А если быть точнее, то именно жесткость. В целом, форма модели отлилась неплохо, если не обращать внимание на качество самой поверхности. Там пиздец пузырчатый. Возможно, из-за пузырей внутри пластика он получился таким гибким. Не знаю, выдержит ли законный у 17 кг натяжения или ебанет прямо в руках. Тем не менее, я хочу прокачать скиллы литья, в итоге получив рукоятку с наименьшим количеством косяков. Сейчас уже можно померить, сколько весит целая рукоятка и такое количество с запасом и замешать. Если не прососать со временем на работу с этим составом, он льется гораздо лучше. Практически как подсолнечное масло, что подразумевает выход всех пузырей воздуха, если они не будут образовываться в ходе реакции в самой толще. Немного пошиволим форму, чтобы пузырьки гарантированно свалили и можно было оставить ее застывать. Открываем форму и у нас есть еще одна рукоятка. Сейчас я вижу, что в некоторых местах все равно скапливался воздух, поэтому я решил проковырять несколько каналов для его выхода в верхней части формы. Сделать это проще всего пробойникам. Такая херобора в форме трубки с заточенным торцом. Вдавив его в форму, получается дырдочка, а в самом пробойнике остается вот такая херовина. Не знаю, для чего может пригодиться. Возможно, пара тысяч таких штучек на какой-то поверхности даст эффект мягкой подушки для жеппы. Ну или можно заюзать в моделизме для чего-нибудь. Забавные хуйнюшки. Вернемся обратно к модели. Внимательно посмотрев, где скапливаются пузыри, в тех местах я и добавил каналов для выхода воздуха. Отливаем еще одну модель, чтобы посмотреть, как все сработало. Ну, стало, конечно, получше, но меня напрягает большое количество пузырей в самом низу формы и небольшие ямки рядом с каналами для выхода воздуха. Я могу сделать только один вывод. Пузыри появляются после полного наполнения формы. Возможно, они появляются в ходе химической реакции и сама модель немного кипит в процессе. Возможно, поможет в вакуумировании, но не для этого состава. Через пять минут он просто вскипит в самой камере. Если для косплея такие материалы и техники еще канают, почему бы и нет, то для настоящего лука, боюсь, что не прокатит. Тем не менее, в этой части мы уже получили готовую рукоятку. Форма меня устраивает, а вот качества отливки нет. Кроме своей же порукости я грешу на полиуретан. Его можно продавить ногтем, а это, опять же, не есть гуд. Поэтому осталось подобрать полимер, из которого можно отлить заебательскую рукоятку. В планах использовать эпоксидную смолу с армированием стекловолокном и стальной полосой, которую можно будет заложить прямо в форму перед заливкой. В любом случае, мне еще надо повозиться с материалами, и в одном из следующих видосов про лук я вернусь с готовой рукояткой, которая меня полностью устроит. Дальше будем экспериментировать с плечами. Если есть предложения, с чего лучше отлить такую рукоятку, пишите в комменты. Попробуем несколько вариантов. Лучший способ помочь автору – это подписаться на канал. Надеюсь, видос был полезен. Спасибо за просмотр, с вами был Даня Крастер. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok